Всем привет! На телеканале Ветта рубрика «Эх, дороги». Меня зовут Егор Тверетинов, я уже за рулем. Значит, время выехать на городские улицы, посмотреть, где что не так, и вам об этом обязательно рассказать. Будет интересно. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начнем мы с коммунальной аварии. Мы находимся за экстрим-парком. Что у нас здесь? А у нас здесь текут реки, бегут ручьи. Вот там мы видим, что вдалеке уже работает аварийная бригада. Но к чему это нас привело? К тому, что парковка возле экстрим-парка покрыта водичкой. Соответственно, будет морозец, все тут прихватит, будет скользко, твердо и остро. Вот видите, машины едут, все, лужи из-под колеса бегут. Вся вот эта вот красота бежит здесь, за мной. Дальше она проходит вдоль автозаправочной станции и выбегает на улицу Екатеринская. Посмотрим, чего же там такого набежало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В настоящее время коммунальные службы, мы видим, пытаются убрать результаты вот этого вот прорыва трубы. Но, тем не менее, пешеходам все еще пока в данном месте некомфортно, неудобно переходить через дорогу. Во-первых, все еще льют ручьи. Во-вторых, часть тротуара загребли снегом. Это касаемо, что пешеходов. Понятно, что я думаю, что сегодня все ликвидируют. Но, тем не менее, здесь останется лед, поэтому пешеходы, будьте аккуратны, не поскользитесь. Ну, а главная лужа собралась в районе выезда на круговое движение, в районе Перми 2-й. Поэтому водители также там будьте аккуратны, пока там очень сыро и грязно. Ну, а когда уберут, опять же, все эти последствия, скорее всего, здесь все покроется льдом. Поэтому безопасность вождения прежде всего. Не превышайте скорость, без резких маневров. И не забывайте, что притормаживать нужно заранее. Перебрались мы на улицу Петропавловскую. Это перекресток с улицы Осинская. Какая проблема здесь? Нам сообщили наши подписчики в Телеграм-канале. Здесь не работает светофор для пешеходов. Темнота, тишина. Как нам сообщили, проблема это уже не один день на этом перекрестке. Уважаемые водители, во-первых, обращаюсь к вам. Пешеходы думают, что светофор отключен зачастую, может быть так, и будут просто переходить дорогу, как на нерегулируемом пешеходном переходе, ожидая, что вы остановитесь. Так вот, обращайте внимание, даже если вам горит зеленый сигнал светофором, на то, как себя ведут пешеходы. Ну и что еще можно сказать? О том, что, уважаемые пешеходы, водители не знают, что у вас не работает ваш светофор. Поэтому обращайте внимание, наверное, вот на вот этот светофор, который для водителей. Ориентируйтесь так, что когда водителям горит красный, тогда и переходите, никто не будет вам уступать дорогу. Если вы встанете на проезжую часть, по той простой причине, что водители думают, что у вас светофор работает, и вы просто начинаете переходить на неправильный запрещающий сигнал светофора. Будьте и водители, и пешеходы, пожалуйста, очень внимательны. На этом у меня все. Это была программа Эх, дороги. С вами был Егор Тверетинов. Не гоняйте, соблюдайте правила дорожного движения. Обязательно оставайтесь на телеканале Ветта. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все о дорожной ситуации, которой мы владеем в крае, есть в нем. Также там бывают различные конкурсы, розыгрыши, можно выиграть подарки. Ну а далее в нашем эфире рубрика «Автомир». Пока-пока.